У одной группы, как мы с вами видим, могут быть разные графы Келли. Правда? Вот для группы целых чисел мы нарисовали. Но те, кто сидят повыше, тем эти графы кажутся одинаковыми. Но при этом они сильно не похожи, например, на граф Келли для группы Диенера. Если вы начнете рисовать граф Келли для других разных групп, то вы поймете, что если группа разная, то графы Келли как бы не похожи. А если группа одна и та же, то графы Келли хоть и разные, но все-таки друг на друга как-то удаленно похожи. И вот важный вопрос, который возникает всегда естественным образом, это есть ли какой-нибудь способ выяснить, вот графы Келли это одной и той же группы или нет. На самом деле, науке неизвестен способ однозначно ответить для этого вопроса. Но мы с вами сможем довольно неплохо тут продвинуться. Мы сможем с вами доказать такую вещь. Вот как раз формализовать это утверждение, о котором я сейчас говорил, что если два графа Келли одной и той же группы, то они как бы похожи, как-то издалека. А это такое понятие, в глазе заметь. Но пока давайте еще немножко поговорим про геометрические свойства. Что мы можем сказать про граф Келли? Ну, во-первых, мы можем сказать, что в нем у всех вершин степени одинаковы. Потому что из каждой вершины выходят и входят одинаковое количество ребер, ну, сколько есть у нас образующих. Правда? Ведь мы можем каждый элемент группы умножить на каждое из образующих. И умножить на обратное образующие, то есть как бы приносим самым замечательно. Теперь, еще наш граф Келли, он такой, как говорят, однородный. То есть он самосовмещается. То есть если мы возьмем одну вершину и приведем ее в любую другую вершину, то мы сможем весь граф перевести с учетом раскраски. Ну как? То есть если отсюда выходило ребро пунктированное, то и отсюда будет выходить пунктированное. Если здесь выходило ребро сплошкое, то и отсюда выходит сплошкое. Ну и так далее. Это называется автоморфизм графа. Когда вы переводите вершины вершины ребра в ребра так, чтобы сохранялось сохранение цвета. Это называется автоморфизм графа. И при автоморфизме графа Келли, как никакого понятия из его структуры, вы любую вершину можете перевести в любую вершину. Вопрос. Если у меня есть граф связный, правильно раскрашенный, правильное количество ребра, вообще во всех смыслах графа Келли. Он обязан быть графом Келли какой-то группы или нет? Ну, ответ на этот вопрос, если его не знать, наверное, найти самостоятельно довольно сложно, если вы не являетесь любителем конечных графов. Скажи тебе, пожалуйста, как называется вот такой граф? В теории графа Келли. А? В теории граф Келли. Ну, похож. На самом деле, название его знаете? Граф Петерсона. На самом деле, один из таких классических графов, которые являются контрпримером, к чему хотите. То есть, если надо искать контрпример, для начала надо какое-нибудь утверждение про графа. Для начала надо посмотреть на граф Петерсона. Наверняка подойдет. Ну, а если нет, то, скорее всего, это утверждение не верно. Давайте графку, вот очень похож на графку Келли. Вот на графку Келли вообще один в один. Давайте зададим на нем ориентацию Рюбер. Давайте ориентацию зададим вот так. Вот так, вот так. Ну и здесь. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, сюда и сюда. На самом деле, ориентацию можно задавать и паренстром. Зададим сейчас какую-нибудь и утверждение. Вот это не ориентацию Рюбер. Доказательство. На самом деле, я за это поставил игрушку испарить. На самом деле, это веселый испаритель. Я сейчас через пять минут, и вы узнаете почему. Значит, давайте попробуем. Если мы прочитаем вот это вот слово, это пусть будет у нас сплошной линией буквы А, пунктируем буквы В. Что это за слово? А, Б, А, Б. Так? Равно единице. Или вот здесь, например, А, Б, А, Б. Ну, то же самое. Опять равно единице. Давайте здесь считать. Значит, здесь сплошная линия, это буква А, пунктируемая, это В. А в пятой равно единице. И В в квадрате равно единице. Ну, это так. Писание так, что сделки расстали. Теперь давайте почитаем, что тут написано. А, Б, А, А на Б единице. Давайте писать. А на Б, Д на А в квадрате, Д на Б, 1 единице. Есть такое соотношение? Согласны? Замечательно. Ну, давайте еще какое-нибудь прочитаем. Вот, например, такое А в квадрате на Б, на А в минус первой на Б. Тоже объединится. Все правильно я пока читаю? Ну, еще какое-нибудь будем читать? Вот давайте, например, такое. А в квадрате в кубе умножить на Б, умножить на А и умножить на Б. Множи разведи. Попробуем что-нибудь с этим сделать. Ну, например, давайте приравняем вот это, вот это. Можно? Ну, вроде можно. Что-то отличается. А в квадрате В, А минус первой В, равно АВ, А в квадрате В. Значит, справа мы можем сократить на Б. Как? Справа мы можем сократить на Б минус первой. Уходим. Слева мы можем сократить на букву А. А здесь ушло и здесь ушло. Что у нас получилось? АВ, А плюс первой, равно БА в квадрате. Правда? Давайте умножим справа на А. Здесь сотрем, здесь будет А в квадрате. Значит, что у нас получилось? У нас получилось, что АВ равно БА в квадрате. Правда? Понятно? Так как я просто взял это соотношение, это соотношение только приравнял и что-то там сократил. Ну, будет получилось. Ну, теперь давайте, вот, дайте посмотрим, что у нас. Вот, вот, вот с этим попробуем у нас забраться. А в кубе В, а дальше вот здесь вот идет АВ. А я вместо АВ напишу вот это БА в кубе. БА в кубе. Б квадрата это сколько? Единица. Единица. Поэтому получилось А в шестой. А А в пятой это сколько? Тоже единица. Поэтому получилось, что А равно единица. Правда? Ну, так не можно? Значит, значит, это не граф Кейли. Понимаете, да? Но АВ же это не единица. Ну, а мы не знаем, что единица. Вы посмотрели на этот граф Кейли? Вот именно, да, что это не единица, а получилось, что это единица. Ну, значит, это не граф Кейли. То есть, как бы, мы предположили, что это граф Кейли, начали писать какие-то там соотношения, что-то с ними делать, и получилось, что это, что-то такой группы не бывает. Вы не можете делать. А теперь, вот, смотрите, вот вопрос такой я вам задам. Вот в чем разница между рейтингом и рейтингом? Такое качество. Ну, вот, в чем в этом графе можно сделать, чего нельзя сделать в этом? Он не планарный. Граф Петерсона. А, гамильтонов цикл. Слышали, что такое? Граф называется гамильтоновым, если в нем существует цикл, который проходит все вершины вашего графа. Вот в графе Петерсона нет гамильтонового цикла, а в графе гедра есть. Мы от него легко нарисовали. Вот, например, давайте. Вот так, так, так. Так, так, так. Всегда получилось. Так, так. Нормально. Ну, в общем, нарисуйте сами. Это довольно достаточно понятно, что тут он есть. Настолько же понятно, что в графе Петерсона его нету. Там нет гамильтонового цикла. И на самом деле есть удивительное наблюдение, что пока неизвестно ни одного однородного графа конечного, который был бы не гамильтонов, но был бы при этом графом Петерсона. Это так называемый гипотеза Лоулса. Это вот пример вполне конкретный. Гипотеза Лоулса. Даже в Википедии про это написано. Если граф является графом Кеннинга, то он обязательно гамильтонов. Ну, даже можно написать эквивалент. Ответы на этот вопрос до сих пор в природе неизвестны. Нормальная наука по этому поводу молчила. Причем я, кстати, должен отметить, что это гипотеза, которая, в общем, она вполне актуальна. Я знаю людей, которые ей занимаются. И как раз для решения этой гипотезы, например, очень многие сейчас применяют всякие суперкомпьютеры. Это вот такая вполне... То есть, например, недавний результат был, то, что для группы РС-5, какой бы граф Келли бы ни взяли, он всегда будет взять эквивалентон. То есть для любой системы образующих в графе есть гамильтонов цикл. Для группы РС-5, как вы, наверное, догадываетесь, циклов, собственно, раздает. Системы образующих. Их очень много, поэтому в каждой еще гамильтонов цикл найти. Ну, это просто очень большая по объему вычислений задачи. Ну, для группы РС-5, это вот недавно было публиковано в большом взрослом журнале, доказано, что все хорошо. Для группы РС-6? Не знаю. Не, никто не знает. Если вы узнаете, мне об этом обязательно скажите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова